Одна из самых безветренных бухт Шарм-Аль-Шейха. С посредине понтона даже, можно сказать, бассейн. За одну толстовку хотят 20 долларов, а где-то даже и 25. А я купила целый костюм за 23. Я не могу жить без приключений. Попросила выключить камеру продавец, потому что мешала ему камера, значит, меня разводить. Друзья, всем привет-привет. С вами, как всегда, Ксюша. Нахожусь я сейчас в Египте, в своем любимом солнечном Шарм-Аль-Шейхе. И отдыхаю в отеле Сети Шарм 4 звезды. И каждые сутки проживания обходятся мне 65 долларов. Вам лето в ленту с красивой территорией отеля Сети Шарм. Да, однозначно территория красивая и, на мою точку зрения, компактная. Я однозначно отношу ее к компактным территориям, потому как видела я большие территории. Также вам показывала там, где 140 тысяч, либо 145 тысяч квадратных метров. К маленьким я ее тоже отнести не могу, но 65 тысяч квадратных метров, на мою точку зрения, для Египта можно отнести к компактным территориям. И сейчас мы с вами, собственно, и прогуливаемся территорией между этих двухэтажных бунгальных корпусов белоснежных. Смотрим, как здесь и сейчас. Я показываю вам террасы. Территория действительно достаточно интересная, красивая. На мою точку зрения зеленая, однозначно. Однозначно, ребята, и каждый раз мне хочется напоминать, что отель Сити Шарм – это первая береговая линия. И также место расположения отеля просто шикарное. Одна из самых безветренных бухт Шарм-аль-Шейха. Я не могу жить без приключений. Быстро вам расскажу. Вот была у меня любимая сумка, которую я покупала в Турции, в Стамбуле. Совершенно недорого. 100 турецких лир. И все, ее уже нет. Оторвалась ручка. Мне срочно нужна сумочка, потому что здесь у меня и наличные деньги мелкие, также и телефон. В общем, в любом случае она у меня как кошелек такой, знаете, своего рода. Без нее однозначно мне очень неудобно. Ну, как так? Ну, как так можно было вырвать? Понятия не имею, но то, что имеем, то имеем. Так, дошли мы с вами до ресторана. Показываю вам, как здесь сейчас. На летней площадке очень много отдыхающих. Этот ресторан находится возле пляжа, потому как завтрак и ужин проходят в главном ресторане. И показываю, как здесь сейчас, практически на окончании обеда. Так, ну, давайте будем быстренько проходить, смотреть. Долго задерживаться не будем. Здесь хлебобулочное изделие. Так, зеленый перчик, тахини соус, горчичный соус, салат из морковки. Здесь, ой, хороший выбор. Сегодня тоже у нас по салатам. Салат капрезе и щечевицы. Салат с макаронами, со свеклой. В общем, все очень аппетитно выглядит. Также шпинат и здесь мелкие макарончики. Дальше у нас идет борщ сегодня и сливочно-грибной суп. Также рис, курочка сегодня в кисло-сладком соусе. Очень аппетитно выглядит. Сатэ овощное и также овощное гратен. Кстати, вот зачем долго думать о овощной гратен, я и возьму... Ой, какая здесь сырная корочка аппетитная. Ребята, и я пришла к окончанию обеда специально, чтобы посмотреть, как здесь будет выглядеть до окончания обеда. Будут мармиты пустые, либо же полные. И как мы видим, да, мармиты здесь некоторые совершенно полные. Вот, ну, в основном... В основном полное. Вот, где мясо, конечно, не пустой однозначно, но и не полный. В любом случае взять есть что? Тотель фри и также телятина моренго. Ой, очень хочется этой телятины моренго. Мне больше любопытно соус такой здесь. И также хочу больше... Здесь даже грибочки есть. Хочу больше овощей. Белый рис. И здесь негреска, сливочная сырная паста. Так, здесь у нас вареные яйца есть, вареные овощи, курица. Это для тех, кто держит диету. Такой вот фруктовый уголок. Здравствуйте! Здесь фрукты, виноград, апельсинки. Я также вижу есть финики и сладкое немного, но тем не менее есть. Я уже присела вот так вот быстро, показала вам обед. Что же я себе взяла? Обед у меня сегодня тоже очень богатый. Обед полная чашка, можно сказать. Мне очень любопытно продегустировать вот эти вот мелкие макарошки. Здесь вижу и морковочка. Также есть зеленый горошек, говядина сегодня есть. Также баклажанчики с фаршем, граттен. Курочку кусочек взяла. Хороший выбор по овощам. Огурчики, помидорчики. Также вот есть микс огурцы, помидор, зелень. Также морковка, ребята. Ну и то, что касается сладкого стола, у меня вообще шикарно. Показываю вам свои шоколадные пироженки. Что говорится, моя душа пошла в рай. Удержаться не могу, хочется. Также капучино. Я вам уже говорила, что кофе здесь очень вкусный. Ну и давайте же продегустируем. Это аппетитное мясо. Говядина мягенькая, аромат соответствующий. Ой, ребята. Ммм, какая мягенькая. Вы знаете, мне здесь больше вкус красного перца. Кстати, и очень вкусная подлива. Я много себе подливы взяла. Я знала, что я буду вот эти вот мелкие макарошки. И вот эти мелкие макарошки с подливкой, с этими овощами. Ой, ребята. Это очень вкусно. Также мне еще интересно продегустировать граттен. Как обычно, мне больше интересно соус. Вкусно. Ребята, как вы видите, ассортимент блюд не вау, там не обширный. Напоминаю, что это все-таки четверка в бюджете. Но готовят здесь очень вкусно. Мясо есть всегда. Вот я вам показала. Сегодня вообще шикарный обед. И говядина, и курочка. И также мне действительно очень нравится здесь вкус самих блюд. Вкусно. Не испорченные блюда. Не сухое мясо. Мясо мягенькое. Так, мне приятного аппетита. После обеда я забежала в номер, чуть-чуть отдохнула. И сейчас мы с вами сходим на пляж. Посмотрим, какая обстановка здесь после обеда. Также хочу все-таки забежать на бассейн. Показать вам, что происходит на бассейне, уже когда садится солнышко. Здесь, как обычно, в бассейне много деток. Поиграют в мяч. Да, обстановка, что говорится, по кайфу. Ну и направляемся с вами в сторону пляжа. По всей территории отеля. Цветы, пальмы. Территория зеленая, территория чистая, территория интересная. Дошли мы с вами уже до пляжа. Напоминаю, что здесь песочек. Песочек желтый, чистый, мягенький, пушистый, можно сказать. И показываю вам обстановку, которая здесь сейчас после обеда. Так, я сейчас себе буду искать место под солнцем. Даже вижу, есть первые береговые. Хочу пройти в другую сторону пляжа. Вот, играет музыка. Музыка играет негромко. Так, я буду искать себе место под солнцем. Вот, кстати, какие идеальные тоже места. Вторая береговая линия, ребята. Что сказать? Вот много лежачков. Да, касательно лежаков, здесь ситуация, вы видите, какая лежаков, что говорится, хватает. Также много аниматоров. Здравствуйте. Хочу также подойти к детской площадке, показать, что на пляже есть также детская площадка. И вот именно здесь, где пляж, здесь детский бассейн также есть. И вы знаете, помимо вот горок, там, где бассейн для взрослых, там тоже очень много деток плавает. И отдельно есть для самых маленьких, с такими вот разными зверюшками, тоже бассейн. Здесь достаточно мило. Глубину я не вижу. По периметру вижу стульчики есть. Ну, что сказать. Даже этот бассейн очень мило выглядит. Также здесь есть стол. Пока дети купаются, родители могут передохнуть. Вот есть место, где можно обмыть ножки. И на пляже такая вот шикарная детская зона. Здесь рядом, кстати, с зоной, где волейбол на закате солнца. Зона детская небольшая, но две качельки, домик. Как вы видите, здесь тоже деток много. Детям однозначно нравится. А это самое главное. Друзья, и вам уже уходящего солнышка в ленту. Также здесь можно купить морские экскурсии. Вижу, есть жилеты. Но обратно. Ни в коем случае экскурсии не нужно покупать у гида. У гида цены будут завышены однозначно в раза два. Ну, здесь я бы тоже не очень рекомендовала. Но, тем не менее, будете знать, что они здесь есть. И вот здесь, вот, пожалуйста, первая береговая. Какое шикарное место. Так, хочу пройти на этот понтон. Да, друзья, есть понтон. Давайте пройдем, посмотрим касательно устойчивости. Что хочу сказать. Понтон устойчивый. Это однозначно. Также здесь такие импровизированные перила даже есть. И здесь посредине понтона даже, можно сказать, бассейн практически. Я такой понтон, точнее, даже целых два понтона, да, вот, с таким вот бассейном видела в отеле Дамино. Ну, хороший, хороший понтон. И ворона здесь тоже, кстати, наглая ходит. И кто хочет, ребята, посмотреть подводный мир уже не с берега, а вот глубина, да, можно сказать, то, конечно, можно это сделать и здесь. Но я, например, боюсь. Я не знаю, я не рискнула бы плавать с этого понтона. Но то, что он есть, мне кажется, что это хорошо. Также от этого понтона отправляются лодки, если мы покупаем экскурсию на пляже. И, ребята, вечерних видов вам в ленту. Буйки. Ой, как далеко буйки. И, ребята, вот касательно буйков, я только сейчас обратила внимание на буйки. Как далеко здесь расположены буйки. Вот здесь они начинаются, вот этого понтона. И где-то вот где стоит лодка, практически там они заканчиваются. Не знаю, передаёт ли камера. Вот плавают отдыхающие, можно сказать, практически в открытом море. Но так далеко я плавать, например, боюсь. Но есть любители, которые хотят разогнаться. Да, здесь однозначно есть где. Мне, в принципе, нравится эта бухта тем, что здесь друг на друге не плаваешь. Вот заполняемость отеля просто хорошая, шикарная. И даже вот вечером, когда много отдыхающих плавает, расстояние друг от друга здесь хорошее, большое. Никто никому не мешает. На плечах, так сказать, не сидит. Так, посмотрели мы с вами этот хороший понтон. Не понимаю, почему здесь совершенно нет отдыхающих. Как-то в отеле Сити Шарм он не пользуется спросом совершенно. Ну, ещё бы. С такими пологими заходами. Зачем понтон? Ну, хотя тут, да, как кому, конечно, как большинство отдыхающих любят, конечно, особенно вот молодёжь, дети любят прыгать ещё с этих понтонов. Но вы знаете, сколько я уже здесь отдыхаю, я не видела на понтоне здесь какую-то очередь. Вот, он как бы здесь есть и как бы его здесь нету. Да, с такими хорошими пологими заходами он здесь действительно особо и не нужен. Но наличие понтона однозначно приветствуется, нежели его отсутствие. Так, и давайте пройдёмся пляжной полосой. Здесь уже на протяжении дня детки настроили своих замков. Ой, круто! И первая береговая на данный момент в этой части вся занята. Сейчас очень комфортно в Египте. И, конечно, в такое время находиться на пляже одно удовольствие. Ой, как красиво! И вот, кстати, я нашла себе места под солнцем. Один лежачок меня, видимо, ждёт, ребята, и сразу море. Чем не шикарное место? Да, после обеда найти себе первую береговую совершенно не проблема. Сейчас 4 часа с копейками, пятый час, где-то 4.15. Вот, и я выходила с номера в 4. Телефон оставила, кстати, в номере. Вот, нужно было брать. Если бы я знала, что здесь будет такое шикарное место, можно телефон было бы брать и с собой. Я, кстати, с собой взяла маску. Я хочу поплавать с маской. Посмотрим, есть ли здесь рыбки, есть ли здесь подводный мир. Но кто хочет подводный мир, здесь его однозначно можно найти. Вечером я солнцезащитный крем не брала. Вот, мне кажется, вечером он совершенно не нужен. Вы знаете, сейчас такая лайтовая погода вечером. Ой, такой как! Тёплый-тёплый воздух. Солнышко на данный момент греет, но оно не печёт. Действительно, очень комфортно. И показываю вам заход. Напоминаю, что я без кораллок. Ой, море очень комфортное. Так, есть у меня идея фикс. Доплыть практически, по крайней мере, до буйков. Не знаю, получится ли у меня. В одной руке камера, поэтому с одной рукой не очень удобно плыть. А на этом моменте хочется сделать вот так вот. Мурашки по телу никто не отменял. Всё, поплыли! Вот, я забыла. Практически, как мыла. Не знаю, будет меня слышно на камеру или нет. Она ещё не просохла. Вот, я показала спасателю, что буквально пару минут, потому как уже свистит, говорит, что выходите с моря. Да, ребята? Вечерних купаний здесь, как таковых, нет. Ну, в принципе, день стал короче, то чем не вечернее купание, да? В 6 часов это уже будет вообще тёмная ночь. Вот, поэтому вот уже с учётом того времени, то можно сказать, вот такие, вот такого рода вечернее купание. Вот, также показала вам подводный мир. Вот, ну, конечно, рыбки здесь были. Я там показала, был мёртвый коралл. Не знаю, камера передала или нет. Вот, но маленькие рыбки однозначно можно увидеть. И что хочется сказать касательно этой бухты. Вы знаете, она просто вот будет идеальная для таких людей, как я. Вот, я до безобразия просто боюсь всяких вот этих рыбок, да? Я, когда плыву далеко, у меня сразу начинает играть моя бурная фантазия. Когда я уже возвращалась, аж испугалась в море, вот, что-то меня сейчас за ногу цапнет. Хотя здесь лагуна, вот, касательно этого совершенно безопасная. Потому я и говорю, что для таких людей, которые боятся живности, эта лагуна, она просто будет идеальная. Так, я сейчас уже буду выходить, потому что в море, как вы видите, помимо меня никого нет. В море, напоминаю ещё раз, купаться здесь после пяти нельзя. Даже несмотря на то, что здесь лагуна. Ну, да, вот такие вот вечерние купания. Но я всё-таки успела, я молодец. Наш вечер на этом с вами сегодня не заканчивается. Всё самое интересное у нас впереди. Несмотря на то, что в море купаться уже нельзя, но перекусить всегда можно. Есть картофель фри, добрый вечер. Есть также ещё и сосиска даже одна. Вот, ребята, картофель фри я вам говорила, то, что детки любят. Вот, пожалуйста, добрый вечер, добрый вечер. А вот, отлично, спасибо. Полотенце отдала, карточку мне вернули. Я уже давно знаю. Спасибо. Вы на своих улыбке видели. Видели? Да, я снимаю. Вот я вас просто беру, я беру. Спасибо большое. Вот так вот узнали мою улыбку. Касательно карточек, ребята, здесь в этом плане тоже хорошо. Я также разговаривала с отдыхающими. Полотенца можно давать в обед, также приходить. После обеда брать снова полотенца. Хорошо. Потому как были отзывы, то, что полотенца не меняют. Я также вам видео показывала, то, что отдыхающие сами рассказывают, что здесь в этом плане все хорошо. А я сейчас пришла здесь до ресепшена, в пол. Я при заселении говорила, что здесь есть кофейня, которая работает по времени. С 11 до 13.00 и с 17 до 19.00. Вы посмотрите, как здесь симпатично вечером этот камин, как душу греет. И также, что там, картошка фри. Вот сколько сладостей. Это бесплатно фри? Нет. Вот так вот. А можно мне вот эту шоколадную корзинку? Так. Зачем мне картошка фри, когда есть сколько сладкого? Да. Да. И вот это вот шоколадное еще. Я присела здесь на летней площадке, на вот этих симпатичных, удобных, кстати, плетеных диванчиках. Я показываю вам. Здесь, кстати, вечером проходит анимация. Постоянно есть либо дискотека, либо приглашенная шоу-программа. Либо певец-певица здесь однозначно весело до 11 часов. Да, ребята. Поэтому в этом плане здесь тоже даже продумано. Вот не только продумана сама территория, да. Вот то, что касается вот этих челаут-зон. Как мне это нравится. Челаут-зона там, там. Очень красиво и удобно в этом плане. Ну, и также даже дискотека до 11, дабы не мешать вот этим вот номерам, которые вблизи до ресепшера, которые вот возле детского клуба. Да. И детский клуб, кстати, я вам показала на пляже детскую площадку. И также напоминаю, что детский клуб есть еще и здесь. И, конечно, мой латте в такой вот кайфовой обстановке очень будет вкусным. Друзья, за ваше здоровье. Ну, какой же здесь вкусный кофе. А в кофе я, ребята, знаю толк. Правда, очень вкусный кофе. Мне нравится. И показываю вам свой сладкий стол. Да, как говорится, бывших сладкоежек не бывает. И я тому живое подтверждение. Целый порт. Уай. А с копеечком. Идеально. Просто идеально. Я уже забежала в номер. Быстро переоделась. Вышла на территорию. Хочу вам показать, как здесь все вечером. Когда мы с вами только заселялись, я говорила, что вот здесь будет очень красиво, скорее всего, вечером подсвечиваться. И да, вот фотографии, такая зона для фотографий здесь очень симпатичная. На память. Ну, и также хочу показать, что отель освещается очень хорошо. Несмотря на то, что отель бюджетный. А я направляюсь сейчас в старый город. Наверное, не пойду. Ну, я еще не решила. Посмотрим. Я рассказывала вам в обед то, что в моей сумке все. Вот, нужно купить себе сумку, потому как мне совершенно неудобно. Вот, сразу и посмотрим, какие здесь все цены на такие вот маленькие дамские сумочки. Хотелось бы, конечно, кожаную купить. Ну, посмотрим, как будет по цене. Если повезет, возможно, даже и кожаную куплю. Вот, если не понравится ничего здесь, тогда побегу в старый город. Я вам показывала там магазин с сумками. Но там нужно торговаться. В общем, посмотрим сейчас. Вдруг мне повезет и не нужно будет бежать конкретно в старый город. Хотя тут идти совершенно недолго. Я все-таки планирую вот возле, совершенно возле отеля посмотреть сумку. Вот, торговаться у меня сегодня настроения совершенно нету. Потому что это, во-первых, очень много времени занимает еще. Продавец такой, знаете, а поговорить любит. Вот, он с ним, кстати, вот что-что, а долго нужно торговаться, сбивать цену. Вот, но без торга в Египте, ребята, однозначно ничего покупать не стоит. Вот, потому что цену они изначально, египтяне продавцы, озвучивают. Озвучивают, конечно, просто сумасшедшую. Так, и показываю вам вечерние виды. Здесь движение очень интенсивное. Как бы его дорогу сейчас перейти. Вы знаете, для египтян вот этот переход совершенно ничего не значит. Они мчатся, не пропускают. Нужно ждать паузу вот среди потока этих машин. Потому что, действительно, они не останавливаются просто. Так, вот в этот момент нужно быстро переходить. Споймала я этот момент, не прошло и полчаса, что называется. Ребята, и также, что мне нравится, возле отеля в Сети Шарм есть также ресторан Sea Food морской кухни. И такой вот тоже милый ресторанчик есть. Ой, корабль пустыни. Вот фотография тоже шикарная. Все пальмочки подсвечиваются. Между прочим, очень даже хорошее кафе. Как я испугалась. Это музыка резко громко, как заиграла. Так, и вот этот ресторан, Fisherman ресторан, рыбный ресторан. И находится он через дорогу от отеля. Ребята, не обязательно бежать в старый город. Можно, кстати, и в этот ресторан зайти. По ценам на данный момент ничего сказать не могу. Но показываю, как здесь выглядит сервировка. Очень много столов. Ну, прикольно, что я могу сказать. Мне нравится. Вот, еще бы по ценам узнать было бы хорошо. А что это за такие шапки здесь? Это же нужно? Это садишься за стол и одеваешь шапку? Вот, сразу при входе. Шукран, спасибо. Я посмотрю, да. Спасибо большое. Так, вот так вот выглядит здесь меню. Давайте где-то присядем. Вот здесь вот, например. И посмотрим, какие здесь цены. Так, и самой, правда, интересно по ценам. В Махоне и также в Фаресе я цены уже знаю. Так, суп из морепродуктов 100. Изначально мне цены уже начинают нравиться. Суп из морепродуктов 110 без костей. Не 190, как в Фаресе, кстати. Суп из омаров. Вот, самый дорогой суп из омаров 175. Томатный суп-пюре 80. Луковый суп 75. Куриный суп-пюре с грыбами 80. Так, морской салат рыбака 120. Салат с кальмаров 100. Коктейльный салат с креветками 130. 130, ну это около 3 долларов. Ребята, всегда в таком случае говорю то, что выгоднее рассчитываться фунтами. Потому как, если будем рассчитываться долларами, сумма будет округляться. Сумма будет больше. Поэтому тоже берите это на заметку. Так, с тунца салат 85. Так, блюдо из морепродуктов. Креветки гриль или жареные? 200. Креветки профиналь 210. Обалдеть, какие здесь цены хорошие. Может на ужин сегодня не идти, а в ресторане что-то себе вкусного с морепродуктов заказать. Вы знаете, когда мы в Египте, ребята, нужно себя баловать однозначно такими вот ресторанчиками. Я понимаю, что там есть ограниченный бюджет, но тем не менее, вы видите цены, там 2 доллара супчик. Они здесь очень в Египте вкусные. Вот, также я в Хургаде была в ресторане. Я показывала вам там цены, как выглядят блюда. И правда, в Египте вот что-что, а рыбные рестораны, конечно, на уровне. Также блюда буртуфину, 2 человека, кальмары, лобстер, устрица, рыба, кальмары, креветки, лобстер, ай-яй-яй, 900. Это где-то около 20 долларов, вот, 18 там с копейками. Ну, что хочу сказать, однозначно цены в этом ресторане мне понравились. И кто вдруг не хочет, вот, хотя видно сразу мечеть, но кто-то может не хочет перейти дорогу, вот, либо же просто принципиально не хочет идти в Фаррес. Кстати, да, не забываем то, что в Фарресе там налог, еще плюс к сумме. Я не знаю, вот, как касательно налога в этом ресторане, но если здесь нет налога, то вообще замечательно, лучше в этот ресторан. Так, я буду бежать дальше. Здесь, я так понимаю, сумку я не куплю. Ну, что же, пройдемся, значит, в старый город поищем сумку там. Но мне однозначно сумку нужно купить, потому что я, получается, осталась без сумки. Да, здесь такое больше, вот, масла вижу, очки, арафатки. Сумок здесь точно нету. Кафе Арома. Добрый вечер, добрый вечер. Я почему хотела, вот, купить сумку в надежде, что она здесь продается, вот, в таких вот магазинчиках. Здесь цены, возможно, были бы ниже. Кстати, мы гуляли с вами, заходили вот в супермаркет, ребята. Тут супермаркет ни в коем случае от себя рекомендую. Рекомендую, идти не нужно. Там, конечно, цены просто. Космос завышены в два раза. Кстати, вот, ребята, посмотрите, какой красивый магазин. Может, здесь и сумки есть? Как-то я на этот магазин и внимания не обращала. А здесь красивый какой, дорого-богато, амика. Так, ну, давайте зайдём. Скорее всего, этот мы пройдём. Здесь вижу вещи. Ой, также и часы. Ну, круто. А вот здесь вот сумки. Так, зайдём в этот магазин. Добрый вечер. Можно? Пожалуйста. Так. И вот маленькие сумочки, то, что меня интересует. Расскажите, пожалуйста, по сумкам цены. Такую по-разному. Ну, такую вот небольшую совершенно. Какой-то нравится, смотри, какой-то нравится, потому что у нас есть разница. Разные цены, да? А здесь есть ремешок, да? Нет, цепочку я не хочу. Мне не нравится цепочка. Мне с материала больше нравится. Кожаную? Да, конечно, кожаную. А как же? Здесь таблеток. Здесь ещё... Чуть-чуть больше. Это уже совершенно маленькая. Хорошо, таблеток. Да, здесь цепочка другая. Потому что всё это... У меня что-то дома такое похожее. Оно отстёгивается, да? Да. Это кожа? Да. Что это такое? Вот, кстати, вместительная. А сколько такие сумки? Такой? В доллар или в фунт? Ну, давайте в долларах. А в доллары такая 135. 135 долларов? Угу. Потому что я хочу с кожей не стоять. Это схожее. Так, эти с цепочками мне не очень нравятся. А вот такая вот сколько сумочка ещё? Одну цену скажите? Попросил выключить камеру продавец, потому что мешала ему камера, значит, меня разводить. Так скажу, мягко говоря. Вот, вторую сумку он озвучил цену в 145 долларов, но говорит, если ты будешь брать, я тебе сделаю скидку. Я говорю, а сколько вы мне скидку сделаете? Говорит, ну, тебе за 130 отдам. Я говорю, хорошо, спасибо. Я говорю, пройдусь сейчас по старому городу и вернусь. Он это услышал, говорит, давай за 120, это окончательная цена. Я говорю, поняла, всё, развернулась и с этого магазина меня ветром сдуло. Ну, конечно, да. Я в Турции когда была, вот, в Кимере, ходила в магазин, также на канале есть видеообзор. Вот, ну, я не знаю, сколько вот именно такая модель, но там классную сумку можно было купить за 40 долларов. Вот, ну, это с дешёвых, да, вот этих копий, вот. Но, тем не менее, она кожаная, а здесь получается ещё не факт, что она кожаная. Так, ребята, в общем, сейчас я буду искать магазин с сумками и включусь. Все дороги ведут к моему любимому магазину, там, где кожа крокодила и много разной кожи, вот. Потому как зашла я ещё вот в этот магазин, ребята, здесь цены такие же, просто, вот, скажем так, дурные цены. Вот, поэтому я сейчас зайду к своему любимому продавцу, крокодиловая кожа, и попробую купить сумку здесь. Спасибо. А взрослые костюмы сколько стоят? Можно скидку, не проблема. А скажите, вот эти вот белые рубашки с капюшоном есть у вас? А сколько цена их? Нет, долларов. 5 долларов? И сколько для тебя хороших, что магазин за 8, за 5 лет теперь? Так они везде по 5. Это если бы за 4, вот это, я понимаю, была бы скидка. Я костюм только цену спрашиваю. Ой, не знаю, может, М-ка, Элька, давайте Эльку, чтобы пошире была, посвободнее, чтобы было в ней комфортно. Почему покупаю тунику? Потому что моя туника уже тоже, всё, полностью полезла по шву. Это Элька? Да, вот эту вот давайте, да, 5 долларов или 4? Да, это какая-то хорошая цена. Ой, она, ну давайте, наверное, эту, она не сильно большая, а ну покажите ещё раз, пожалуйста, чуть-чуть отличается. Чуть меньше? Не, не надо меньше, вот эта пускай будет, так всё. И скажите цену, это я беру, скажите цену на костюм, да, тёплый, вот тёплый костюм на зиму, да. М-ку, М-ка, да, а вот такие вот Кельвин Кляйн и сколько? Вот розовый, нравится, прикольный. Вот это Эмочка, да? Ну нежный такой, конечно, крутой. Ой, тёпленький, и вы знаете, он, это флис или баечка, что это? Флис? Да, это флис, из таких. Котон. Этот плотнее, да? Хорошо, как. Ну мне вот больше это нравится. Это лучше, самое хорошее. А сколько цена? А сколько штук он? Десять, один. Зачем мне сколько штук? Я один, костюм один. На манжетике, кстати, костюмчик. Вот прикольный, сколько цена такого? Диски надо? Сколько цена? Скажите, 35-30 долларов. 35-30 долларов? Да, сколько 30 долларов? Нет, ну я... Таким меньше, он. Не, мне такую не нравится, но я вот такой взяла бы за долларов 20, дороже я не возьму. Нет, тогда всё, тогда только одна это. Либо же 20 долларов, либо я не буду. Давай, хорошо, слушай меня. Давай это 20-80. Нет, у меня есть... 20-80? Нет, 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 правда, вот цена 20 долларов я беру. Нет, тогда я беру только вот это. Всё, тогда мне... Аликен, говори. Всё, хорошо, давай за 25. 25-30. Так, нужно выключать камеру. Сейчас, если за 20 отдадут, я его беру. За 25 я его однозначно брать не буду. Это М-как, но мне кажется, что он чуть-чуть маленький. Или нет? Это такие нормальные размеры. Вот так вот выглядят. Вот такие вот штаны. Нормальные. Нормальные? Нормальные, да, всё равно. Нет, спасибо. Хватит мне костюма, которого я уже купила. Так, ребята, всё-таки я купила костюм. Ну, вот как-то так. Бежала за сумкой, вот, а в итоге забежала просто посмотреть. Нет, спасибо, спасибо. Так, сейчас ещё зайду в свой любимый магазин. Добрый вечер! Как у вас дела? Мне нужна сумка, у меня авария. Без проблем? У меня кожа только нет такой. Ну, это не кожаная. У вас кожа. У меня не кожа. Так, давайте будем проходить, ребят. Так, я вот такую вот сумочку смотрю. Потому что мне вначале вот это вот предложили. Здесь нету ручки. А я хочу, чтобы была с ремешком. Вот. Добрый вечер. Добрый вечер. Может, потемнее взять. Вот тоже прикольное. Сейчас узнаю, сколько вот это стоит. Так, ребята, я купила себе сумочку. Показываю вам, как она выглядит. Вот. И также показываю вам ассорти... Да. Как вам покупки? Очень вообще супер здорово. Ремень, да? Тоже за сколько вы его купили? Да. За очень хорошую сумму. За очень хорошую сумму. Скидку сделал, да? Да. Скидку сделал. Вот самое главное. Да, продавец здесь молодец. Спасибо большое. Скидки делает. Вот. Так, все. Я буду выходить. Называется, вышла купить сумку. Ребята, купила и спортивный костюм, который, я не знаю, нужен мне этот спортивный костюм или не нужен. Но я его купила. Так, изначально... Спасибо! Изначально продавец за костюм хотел 35 долларов. Вот. За 20 не отдал. Отдал за 23. Ну и рубашка, которая у меня полезла по шву, за 5 долларов. Получается, 28 долларов я заплатила за свои покупки. Вы знаете, я костюм вот одела полностью. Тепленький, что самое главное. Ребята, впереди зима. И я знаю, что такой костюм у нас будет стоить в два раза дороже. 23 доллара. Это не одна толстовка, да, как хотят. Один доллар у вас манго? Можно рекламу? Будем знать. Вот, я делаю рекламу. Не хертите. Манго у нас один доллар. Вот, я также, да, гуляла и вам показывала, что за одну толстовку хотят 20 долларов, а где-то даже и 25. А я купила целый костюм за 23. Поэтому я считаю, что цена хорошая. Ну и касательно сумки, ребята, тоже нужно торговаться. Торговаться до последнего. Вот, цена была озвучена изначально. Тоже, конечно, гораздо дороже. Вот, но за 25 долларов он мне эту сумочку отдал. Ребята, она такая мягенькая. Пахнет кожей. Здесь, кстати, ручка регулируется. Вот, я пересмотрела, наверное, десятки сумок. Вот, и остановилась на вот этот цвет вишни. Очень мне она нравится. Вот, камера, я надеюсь, передает 25 долларов. Делитесь в комментариях. Это дорого, либо дешево. Ой, как хорошо, что у меня порвалась сумка. Так бы и жалела себе купить сумочку. Вот, а здесь у меня же та, что я в Турции покупала, не кожаная была. А эта кожаная. Вот, теперь я модная. И вы знаете, она вот даже впереди зима, даже вот на теплую куртку, она будет идеальна. Так, все, буду возвращаться в отель. И потому что уже скоро начинается ужин. Ну, здесь идти совершенно недалеко. Хочу еще успеть на ужин. Спасибо. Также, кстати, да, ребята, здесь вот такси. Можно выйти в этой части, вызвать такси. Куда вам нужно. Ай-яй-яй, я вся в покупках. Ой, в обновках. Да, нужно это дело обмыть, как говорится, чтобы сумка носилась долго. И не порвалась ни в коем случае моя. Я не могу налюбоваться этой сумкой, как она мне нравится. Я выбирала там между коричневой и еще одной. Все-таки выбрала вот эту. Ну, у него выбор вообще шикарный. Так, так, я уже забежала на территорию отеля. Заказала себе мохито 150 фунтов. Это 3 доллара. Очень вкусно, много мяты. Совершенно отличается от того мохито, который делаю. Друзья, за ваше здоровье. Сумку я свою уже обмыла, чтобы долго носилась. Напоминаю, 25 долларов. И также костюм. Такие вот у меня сумка предвиденная покупки. Костюм непредвиденная покупка. Но я довольна своими покупками. Это факт. Ребята, сходили мы с вами сегодня на обед. Покупались в вечернем, можно сказать, красном, любимом, шикарном море. Также забежали в Old Market на базар. И я себе сделала покупки. Рассказала вам по ценам. Показала, какие цены сейчас, какой ассортимент. И как нужно торговаться. А торговаться, ребята, обязательно. Потому что будем знатно переплачивать. На этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Комментируйте, что вам понравилось, что не понравилось. Кто с вас был в этих магазинах. Что покупали в старом городе. Также напоминаю, что у нас есть новый канал Ксюши Александр про туризм. Обязательно подписывайтесь и туда. Ставьте ваши лайки, дизлайки, комментируйте. Вам всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.